здравствуйте дорогие подписчики и гости канала уже практически ставшая традиционная рубрика где я отвечаю на ваши комментарии где отвечаю на ваши вопросы поступающие под нашими видео на нашем канале так и по ко мне на ватсап на вайбер друзья это видео будет интересно и полезно наверное в первую очередь все-таки покупателям в первую очередь пожалуйста досмотрите видео до конца я думаю что вы сделаете все таки наверное правильные выводы чтобы и что-то для себя интересное обещаю вам из этого видео унесете какую-то интересную информацию для себя но в принципе также и продавцам это видео тоже будет полезно потому что зачастую чтобы стать покупателем недвижимости у нас здесь в воронеже нужно сначала что-то продать где-то в другом городе я сейчас имею ввиду тех переселенцев которые переезжают к нам допустим там из казахстана либо севера нашей родины это основной костяк да откуда к нам люди в большинстве своем едут возможно вы сейчас продавец но через какое-то время вы все таки станете покупателем поэтому вот это видео вам будет действительно интересно и полезно и так поступил мне на ватсап даже прям переписку вам зачитаю значит написала мне девушка прям вот дословно я думаю что здесь никакой такой личной информации нет поэтому ничего страшного если буду прямо дословно вот так вот читать да всю нашу переписку зачитывать доброго дня интересует возможность с переезда в воронеж из новосибирска новосибирску привет при исходных данных необходимо купить две квартиры первая квартира студия для сдачи в аренду 22 25 метров вторая для себя в новостройке желательно на правом берегу и 36 38 метров желательно с балконом при этом с планировкой как на фото чтобы была возможность перенести кухню в прихожую на руках от продажи моей квартиры в новосибирске будет не больше двух миллионов семьсот тысяч рублей и фото планировки какая должна быть какая желательно обе квартиры в сданных домах либо одна в данном 2 не более полугода до сдачи запомнили дать денег 2 700 нужно две квартиры одна студия в аренду 22 25 квадратных метров и одна для себя 36 38 квадратных метров уже для себя для жизни обе квартиры в новых сданных домах что я отвечаю добрый день думаю что не стоит так поступать если вы купите студию для сдачи в аренду на покупку квартиры для вас для жизни остается очень мало денег придется рассматривать не совсем ликвидное жилье в районе с не очень развитой инфраструктуры зачем себя ущемлять вот дословно то что я написал ну как бы да вы и сами должны понимать да сколько примерно должна стоить однокомнатная квартира для себя если мы имеем до в итоге 2 700 всего денег значит сколько должна стоить однокомнатная для себя и сколько должна стоить квартира студия вот на что мне девушка пишет рассматривают только такой вариант для себя разве у вас нельзя приобрести студию за миллион миллион двести и однокомнатную за полтора миллион шестьсот у вас вроде 44 45 тысяч среди цена за квадрат в городе ну как бы со своей с колокольни да скажем так со своей стороны она права но посмотрите что я отвечаю на такой комментарий это будет окраины города если мы говорим про новое жилье не хотелось бы вас на окраин усилить вы же youtube канала вы же видите обзоры недвижимости с ценами которые я снимаю по ним понятно что на что можно рассчитывать за те или иные деньги мне отвечают не смотрела особо видео нашла канал недавно предпочитаю сразу из первых уст узнать информацию и вот и пишу какие есть варианты если это например не новостройка авторичка просто циан выдает вот такие квартиры и кидают мне ссылки на циан значит первая ссылка у нас по студиям студия 22 квадратных метра студия 24 квадратных метра и студия 25 квадратных метров и ценник все в районе 950 990 тысяч рублей догадайтесь какой-то район догадайтесь где это и догадайтесь когда сдача этого дома все вот эти ссылки которые мне кинули это у нас улица они не все прошу прощения здесь у нас два варианта либо улица ростовская левобережный район жека in турист от моей любимой компании либо улица независимости также от моей любимой компании где сдача четвертый квартал 2021 год 2021 год четвертый квартал то есть практически через два года и да вот такие как бы квартиры студии в черновой отделки до квартиры будут вообще совершенно без отделки в район 950 990 тысяч рублей как бы они есть да вот такие ссылочки она мне бросила и тут же кидают мне ссылки уже для для себя любимой и все ссылочки у нас получается советский район где вы думали улица ключникова улица ключникова я снимал совсем недавно кто не видел вот ссылочку прикреплю посмотрите это у нас жилой комплекс ласточкина и да да то такие варианты то есть 10 10 мне бросает миллион четыреста тридцать пять миллион четыреста пятьдесят первые девяти то есть вот вот в таком пределе мне кидают как раз таки опять же не ликвидные посылкам этажи первый этаж и десятый этаж но не для кого не секрет да что крайне этажи у нас как бы ну но не котируются они у нас да даже в современном жилье ну как-то народ у нас их не жалует особо если вы помните я снимал ласточкина и там сказал обронил до такую фразу что цены начинаются от миллион пятьсот пятидесяти тысяч рублей за новую однокомнатную квартиру но это средние этажи а вот крайне этажи да вполне себе можно приобрести по миллион четыреста пятьдесят как и посылкам которые прислали мне я отвечаю естественно да своему оппоненту студии вы прислали это сдача конец 21 года и черновая отделка то есть там еще даже не стяжки не штукатурки туда еще вкладывать минимум 1200 только в отделку чтобы сдавать надо еще мебель купить помните об этом и обставить но это тоже давайте тогда прикинем ну минимум наверно тысяч 100 до чтобы как-то минимум мебелью обставить квартиры для себя что вы прислали это в районе который не очень у нас народ жалуют ласточкина да и кидаю и ссылочку на свое видео про ласточкина который я снимал вот буквально прям совсем недавно мне отвечают я сейчас живу в районе не очень мне особо не привыкать я отвечаю надо стремиться к лучшему и смайлик такой улыбающийся я и стремлюсь ремонт дело наживное ладно я вас услышала буду обращаться куда-то еще спасибо вот как будто я чем-то обидел да когда вот вот такое написал я попытался еще как бы дальше продолжить диалог я написал я всегда советую прежде чем что-то купить думайте но вот здесь как бы можно было и остановиться да вот на это можно эту фразу как бы уже и и обрубить прежде чем что-то купить думайте думайте дорогие мои но моя фраза дальше продолжается прежде чем что-то купить думайте уже о том как будете это продавать это не последнее ваше жилье я уверен это не последнее и жилье судя по аватарки на попала по ее фотографии молодая красиво симпатичная девушка однушку для себя в не очень скажем тогда в районе который у нас не очень ты народ жалуют какие честно написал я уверен что это не последнее и жилье а с продажей квартиры в этом районе возникнут проблемы то есть я по правда руб такой да то есть я вот чуть-чуть думаю то и говорю честно говоря на что мне отвечают продать можно все если ты дизайнер друзья уж не знаю как это связано кто ты шофер или дизайнер но если мы покупаем квартиру изначально в не очень ликвидном районе но скажем так ну правильно кто-то в комментариях написал что квартиры в районе который только развивается который только начинает расстраиваться но почему там квартиры и стоит дешевле чем везде по городу ну наверное вот и за из-за этого да наверное есть какие-то минусы поэтому цена вот такая почему там квартиры не стоит как допустим даже здесь в северном в ботаническом саду который вы порвали просто в комментариях ну вот потому что вот так последнее время чаще и чаще к сожалению приходится отказывать нашим к покупателям как вы знаете мы занимаемся подбором объектов недвижимости под покупателя очень часто очень много обращаются к нам покупатели иногородние покупатели которые ну как бы не знаю да не города вот собственно вот вот она и переписка с жительницей пока еще новосибирска люди не знают ни города они не знают ни ценообразования то есть они залезли посмотрели пацану по авито как бы до приценились вроде бы как бы можно купить да по их деньгам вроде бы как бы за за 2 700 можно купить две квартиры но какие-то будут квартиры знаете это как мультик был а три шапки можешь могу а четыре шапки и 4 могу опять и 5 могу вот да можно и 5 но какие-то будут квартиры где эти будут квартиры то есть это на мой взгляд самое самое главное самое решающее при покупке не повторяйте чужих ошибок не делайте так я понимаю что хочется приехать сюда в незнакомый для себя город с другого города и чтобы сразу вас было какое-то подспорье пока так как девушка дизайнер пока она наработает тут какую-то клиентскую базу пока она начнет как-то более-менее до отрабатывать входящих клиентов пока не у него появится хотелось бы конечно какой-то подспорье и вот она думает что вот со сдачи вот этой студии которые повторяют еще в черновой отделки которые еще нужно делать который нужно еще обставить и она планирует с нее хоть какой-то доход иметь а какой на доход может с нее иметь ну 5-6 тысяч 5-6 тысяч она сможет эту квартиру сдавать каким-нибудь ну допустим студентам но опять же повторюсь ее сначала нужно довести дома из ее нужно обставить мебелью и разве те ли это деньги те тот ли это доход на которой она рассчитывает то есть тут надо просчитывать все вот максимально все прежде чем купить думаете думайте дорогие мои максимально все нужно просчитывать а смогу ли я эту квартиру хорошо выгодно сдавать а смогу ли я эту квартиру потом впоследствии продать то есть вот это вот надо просчитывать уже еще перед покупкой квартиры как уже сказал очень часто очень много приходится к сожалению отказывать нашим покупателям вот тоже совсем недавно обращалась ко мне девушка уже женщина до постарше меня очень хороший человек я иногда смотрю видео она тоже ведет свой youtube канал про переезд из казахстана сюда в россию они переехали траём и но у них очень и очень мало денег вот очень мало и она обратилась ко мне с просьбой подобрать написала сколько стоят ваши услуги по подбору квартиры и перед этим мы с ней долго переписывались она еще в казахстане было потом сюда они уже при приехали не знаю месяца полтора может быть они здесь уже живут если не ошибаюсь и она написала что как бы денег у них прям очень мало миллион двести а нужна двухкомнатная квартира друзья мои вы помните если кто не смотрел вот здесь вот ссылочку прикреплю обязательно посмотрите я искал двухкомнатную квартиру по рекламным источникам прям целое видео есть да там не знаю на полчаса наверное если не больше я искал двухкомнатную квартиру за миллион двести пятьдесят и насколько я помню из 80 вариантов которых казалось бы выдает авито да что там целых 80 предложений двухкомнатных квартир по воронежу и в конечном итоге осталось по моему если не ошибаюсь одна полноценная двухкомнатная квартира хрущевка естественно в районе вае средний этаж более-менее в таком состоянии куда как бы ну можно наверное заехать и жить одна из восьмидесяти остальное все штук пять было наверно крайние этажи ну те же во им ашмет да либо первый либо пятый этаж ну и скажем так требующий ремонта квартиры тоже примерно вот в эту сумму то есть штук пять их было не больше остальные все зыгаты двухкомнатные остальные комнаты в общаге перепланированы либо квартиры вообще не в воронеже то есть они указываются как будто это воронеж но это вообще совершенно не воронеж вот и считайте вот и смотрите да вот что я мог ей предложить что я мог как бы да за миллион двести какую двухкомнатную квартиру я мог этому человеку предложить естественно я отказал уж прошу прощения но к сожалению я не я здесь бессилен вот на самом деле бессилен вот я считаю что но коли вы приехали до троем вы живете но все-таки ну начните с малого ну начните с малого ну начните с однокомнатной квартиры за миллион двести однокомнатную квартиру как бы еще поискать нужно да это тоже будет естественно хрущевка если мы говорим про районы более-менее сразу инфраструктуры не берем какие-то вот эти опять современные згт по 20 квадратных метров я имею виду хотя бы квадратов 30 чтобы было это естественно на комната хрущевка и такую еще поискать нужно будет да и скорее всего это она тоже будет требующий ремонта потому что в хорошем в отличном в ликвидном районе скажем тогда уже с развитой инфраструктурой однокомнатная хрущевка с ремонтом средний этаж она где-то в пределах полутора миллионов то есть тут в принципе денег у нас даже на на комнату хрущевку как бы да не не густо так как бы ну какая двухкомнатная квартира поэтому друзья вот да она мне конечно рассказывал что они там очень много уступили продажи своего дома я это все понимаю друзья я я очень все хорошо понимаю что очень плохо все у вас продается тем более в казахстане я в курсе той ситуации которая там сложилась я же беседую с нашими покупателями которых нам обращаются за услугой они мне все честно рассказывают вот сидим за столом они мне все это рассказывают как оно как у них происходит как их выживают практически да и приходится за бесценок за копейки все продавать бежать чуть ли не бежать да действительно оттуда но постарайтесь все-таки постарайтесь выжимать из своих объектов недвижимости там по максимуму постарайтесь не торопитесь не летите не гоните коней здесь вам никто два миллиона тенге не уступит да и тем более рублей здесь о таких суммах просто даже и речи быть не может они про какие не 200 не 300 не 500 тысяч торга здесь просто как бы никто об этом даже не разговаривают за это могут как бы даже и скажу грубо да и в лицо дать как бы если вы будете такие предложения делать поэтому постарайтесь выжимать по максимуму с продажи своей квартиры постарайтесь насколько это реально потому что ну я понимаю что денег у вас здесь будет как бы да на покупку квартиры вот они миллион двести какая двухкомнатная квартира начните с однокомнатной закрепитесь начните с чего-то купить однокомнатную квартиру соответственно будет у вас работа будет у вас какие-то у вас там субсидии или какие-то поддержки от нашего государства потом пойдут насколько я знаю и там потихонечку может быть какие-то маткапиталы там или еще что-то я знаю что получаете гражданство вы вы также имеете право на получение маткапитала но для начала вам нужно закрепиться прежде чем купить думаете ну вот что можно купить за миллион двести комнаты в общаге двухкомнатных згт и вот вот такое вот либо на крайних этажах первый последний убитые в убитом состоянии крайне этажи на тех же воим ашмет а продавать потом как это ваше не последнее жилье поэтому лучше однушка в более-менее в развитом районе уже с развитой инфраструктурой который вы сможете всегда реализовать да вот накопили ва какое-то количество денег еще да и хотите эту квартиру обменять вы всегда это дело сможете сделать чем вот вот такая двухкомнатная квартира и уж тем более не дай бог там какие-то згт или комната не дай бог друзья и еще один скажем так уже вайбер уже письмо свайбера очень приятное такое письмо на самом деле это наш клиент мы с ней покупали еще по весне прошлого года год прошел как мы совершили с ней такую знаете дистанционную сделку человек приезжал не то что на сделку саму купли-продажи таких у нас полно да а человек даже не приезжал выбирать себе квартиру то есть человек покупал дистанционно марию зовут мария вам большой привет если вы меня смотрите мария нас из челябинска год прошел как мы купили с ней хорошую квартиру если не ошибаюсь по моему в северном районе мы с ней покупали вот такое от нее письмо пришло через год мы ходили вот так вот показывали до двор показывали беседовали соседями там беседовали собственником квартиры то есть мы это все делали вот по ватсапу по вайберу давайте зачитаю ее письмо добрый день павел петрович мы с помощью вас купили квартиру из челябинской области ну напомнила на мне да два дня назад приехали из воронежа познакомились с городом посмотрели квартиру на первый взгляд нам все понравилось играть и где расположена квартира сам район в интернете очень много пишут вот о чем я вам говорю да в интернете очень много пишут и не всегда лесного да в интернете очень много пишут что все люди злые недоброжелательны за неделю я этого не заметила да ну как бы срок небольшой совсем неделю но по крайней мере да за неделю я этого не заметила была и во всех коммунальных службах в магазине на улице не было ни одного грубого слова или типа «отвали». Все объясняли и подсказывали, что было непонятно. Мужу даже вернули телефон, который он случайно оставил в магазине. Так что о Воронеже у меня пока только положительные впечатления. Надеюсь, так и останется. Цены в магазине практически такие, как у нас из Челябинска, напомню, девушка Мария. А цены на такси у вас почти в два раза ниже. Хочу сказать спасибо, что подобрали квартиру и согласились с нами работать. Мария, вам огромное спасибо, что вы написали такой прекрасный, хороший отзыв. Я очень рад на самом деле, что вам понравился, во-первых, наш выбор, что мы не ошиблись с выбором, что мы правильно с вами друг друга поняли и подобрали именно то, что вы хотели. Подобрали такую квартиру по всем вашим пожеланиям, которая действительно вам нужна была. Еще больше рад тому, что вы, что вам город наш очень понравился. Пусть вы всего на недельку сюда приезжали с ознакомлением, но, по крайней мере, вы какие-то выводы для себя сделали и все выводы ваши положительные. Вам понравились люди, вам понравился город, поэтому на самом деле это дорогого стоит, это приятно, это очень приятно, что вам все здесь у нас понравилось. Друзья, на этом буду заканчивать. Видео опять у нас такое длинное получилось. Еще раз, еще раз, еще раз не устану вам повторять. Прежде чем чего-то покупать, думайте. Думайте, как вы это будете продавать. Через год, через два, через пять. Вот уже стихами заговорил. И напоминаю, что мы осуществляем все сделки, в том числе дистанционные, как уже зачитал выше. То есть, возможно такое, что вы можете либо приехать на сделку, либо, если у вас нет возможности даже на сделку приехать, вот как с девушкой Марией, у нас сделка прошла, вот вообще, человек даже в Воронеже никогда не был, она покупала квартиру. Самое главное нам понять друг друга, понять, что вы в конечном итоге хотите, какую квартиру вы хотите видеть, что для вас важно. Вот если мы с вами друг другу поймем, то ваш выбор будет очевиден. Мы постараемся, по крайней мере, не ошибиться. Несколько мы таких сделок дистанционных провели и, надеюсь, и дальше будем проводить. Конечно, старайтесь приезжать сами, смотреть все сами, своими ножками, своими глазками, с людьми беседовать в дворах вот этого дома, который вас заинтересовал. Но если уж нет такой возможности, помните о том, что мы можем провести сделку и дистанционно. И несколько таких сделок уже провели. Кому необходима помощь в покупке объектов недвижимости в Воронеже, как всегда, напоминаю, есть анкета-заявка под этим видео, которое вы можете заполнить, и наш специалист в самое ближайшее время с вами свяжется. Если видео вам было интересно и полезно, ставьте лайк, не забывайте, поддержите видео лайком. Всем хорошего дня, хорошего настроения и обязательно подписывайтесь на наш канал. Пока! Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните 8 920 22 99 356. Расскажем об условиях сотрудничества.